привет подъезжаем уже с вами в салон ничего не помню про него он куда огромный слушайте здоровенно вывеска и похоже даже на приличное место есть надежда спасибо ну что ребят будете смеяться мне перенесли запись причем делали это заранее я у себя во всех заметках тоже и перенесла и приехала к старому времени мне сегодня прислали напоминание где было новое время такой да да согласна заглянула в записную книжку все ли ничего ли не напутала нет ли у меня там каких-то перекрестных записи в другие салоны смотрю там у меня тоже новое время записной такой и приехала блин но в этом есть один маленький плюс это то что тут прям рядом кафешка а я как раз была голодненько потому что же время нас времени трех часов ну вообще можно и пообедать так что я не буду все время зря из хорошего то что меня видела уже визажист она вышла ну то есть если бы у нее наверно были какие-то намерения меня выгнать не принять она уже их озвучила так что есть все шансы что мы так и попадем на процедуру из приятникова то что это кафешка где я сижу она семейная это так забавно ну вот эти все знаете семейные штуки когда мама просит сына очень громко высмаркивается и длится это минут двадцать и все-таки едят и тело вид что все нормально ничего не происходит я думала что-нибудь ярко не плененько чтобы такое довольно смело было может тогда посмотрим какие у то есть но мне с ними нету коричневая в основном не очень класс он красивый его красиво на акцент полностью он будет не очень хорошо как прям ярко-синий класс увлажняющий такой спрей на лицо наносится перед макияжем а и логер у меня есть соцсети хотел спросить про в общем что у меня просто я уже где-то часа три как умылась и вот тут вот нету случайно жирного блеска не будет она мешать нет хорошо а макияжик сколько вас стоит 4 500 я знаете ты думала поменьше ну ладно делаем так это основу да наносим хорошо пройдет и будет снимать потом выкладывать не знаю посмотрю какой макияж получится и вы должны согласен выкладывали но я просто и вас не планирую снимать и не буду так что только лицо свое да пройди кожа красивая да с ним нужно из чистки да конечно чтобы они видно подходит он мне нормально сейчас вот прямо говорите типично как снимают вот эти обзоры на макияжи вот слово в славу что им спрашивают приколы всякие да да вот вы прямо один в один все вопросы ну они же по делу согласитесь по делу по процедуре обычно клиенты не спрашивают подходит и мы снова или не 100 процентов я вам говорю сколько на моей практике работы но мы наверное чаще ходят на макияж все кто не сильно разбираются может быть а еще сказать что и в работе и на подиумах у нас подходит но ничего такого в этом вопросе нет зависит от того что вы с этим вы думаете а сейчас этим можно не какой целью это все с какой целью выложите куда-то окажется меня это того что по услуге вопросами так я говорю с какой целью вы это снимали на что меня я например не хочу что вы снимали но я сейчас не снимаю рассказал важно вообще не хочу чтобы вы снимали для этого нужно разрешение у кого вы средства массовой информации но в общественных местах все могут снимать без без разрешения если на это не дается разрешение все администрации салона вы не имеете прав но по закону во всех общественных местах можно снимать давайте покажу а в общественном месте мы с вами вместе прочитали вообще с вами вместе я себя снимаю получается но ваши руки попадают и опять же так хорошо все начиналось потратил кучу денег не собственно доехать мелким палки проела можно сказать когда вольт по каждому и все на за жизнь удалилась лицом кстати не очистили хотя я сказала что прошло три часа с момента когда я нанесла макияж идем заблокированный режим так вот кстати косметика можем пока поразглядывать палеточка такая и яркий цвет даже есть и мы даже нашли согласовали приятный макияжик ненавижу сестом кто-то тихонечко жаловаться на все происходящее продолжаем нет а не есть свое лицо же снимаю девушку как вам не можете запретить потому что по законам я вас не снимаю я не хочу чтобы вы снимали оба сне снимаю но я имею право что смысле них я вот не хочу чтобы блондинка были перекрасьте пожалуйста волосы вы мне скорее всего пошлете потому что я наступаю на ваши права вы своими требованиям не снимать не себя тоже мои права ущемляется но вообще нет потому что салон это публичная оферта а я записывалась и дополнительно еще ждала вам не приносили запись я подряд я сейчас на дорогу вы сейчас 10 минут еще задержали не задержалась я вовремя пришла да я пришла и мне администратор сказала что вы только заканчиваете работу когда я за то есть вы еще она мне сказала мы заканчиваем я говорю я пока схожу в туалет и все я зашла в ровно во время мне сказали что вы еще заканчиваете предыдущего клиента или мы или вы но я свое лицо снимаю я не знаю дайте мне письменный отказ пожалуйста ну потому что это незаконно теоретически я клиент может даже в суд обратиться но нужен письменный отказ от вас здрасте мне вот не хотят чтоб я свое лицо снимала во время процедуры не хотят чтобы вы снимали свое лицо потом но в общественном месте просто все сейчас век соцсети все что-то ведут к телеграмм и так далее все снимают ну вот в общественном месте но типа салон это общественное место можно снимать а но нет на самом деле смотрите все мировые визажисты крутые которые действительно очень много на маке же зарабатывают они не с но они вообще выкладывают от и до процесс макияжа то есть это не повод точно то есть они прям снимают все фишки при этом у них там макияж по 100000 плюс и у них серия видео где они красят модель и макияж на что обещать права клиента я вот записала сейчас ехала я мастера не снимаю любую услугу может любой человек снять и все получается мне я зря потратила кучу нет конечно никто не должен закон по темы показала уже закон посмотрите почему не предупредили чтобы я поняла просто не должен никто предупреждать нет я не буду обслуживать я слышу эти типичные вопросы и по процедуре выкладывали вы собираетесь как это и как это потом выставляется на и туда где на и туда но я хочу по разным салонам дело услуги и заман обзор то есть я отмечу а плюсы и минусы вот ну все ничего такого я ну как типа летучий лет назад и по того но только я не профессионально это дело просто как клиент обычный то есть вот я снимаю себя и виду при но нет даже 100 покажите мне закон где кого клиент приходящие общественное место должен кого-то о чем-то предупреждать я не нарушаю закон я не обязана предупреждать что с розовыми волосами сколько у меня детей и так далее там личная информация зачем я снимаю себя я тоже никому не должна говорить если у вас есть другая информация просто приведите мне закон его нет ну вообще нет потому что салон это публичная оферта но не могут отказать если клиент себя ведет в рамках закона тем более я по записи пришла потратила время на дорогу я не вот ну вы сами так решили да но это незаконно дайте что не запад давайте на меня лично все но я вам говорю напишите письменный отказ давайте давайте отказываю вам давай на что вы не предупредили мне о том что я буду снимать свое лицо конечно вы будете снимать не давать я жить листик есть у вас у вас есть пройдем и хорошо а по услуге кстати вот что я хотела бы отметить вот вы начали макияж не очистив не лицо при этом есть и побрызгали вот эта штучка при этом я сказала что прошло три часа как с моментом умывания и у меня же жирный блеск и вы сказали он нам не помешает не перебивается вот поэтому всегда обычно у вас одну я так понял больше 4000 макияж всегда обычно он начинается с очищения лица как минимум то есть принципе вам возможно было бы полезно даже если я прошла через эту процедуру и оставила бы какие-то пожелания абсолютно аргументированы к тому как его можно улучшить но вы фактически вот испугались отказываетесь лишаете себя такой потрясающей возможности отказывает на что мне это не нужно но может быть это не только ассалон а почему антиреклама вы пришли с какой же это прекрасно с какой ну посмотрите хорошо зайдите ко мне на канал в любом у меня любой работе даже ваши это как вы пришли и с каким уже настроем уже видно отрицательные ваши моменты но мы только начали просто я по делу все отметила так у меня есть обзоры где я отмечаю всегда положительные моменты в салонах если есть отрицательные кудах не дешевти попрят не прячем отлично но она ждет вот смотрите я потратила на такси 300 рублей вот я к вам приехала заранее записывалась но как вы мне отказывать я по записи пришла и не нарушил закон вы меня ухо просто стал и сейчас да я очень плохо себя чувствую я правил вам отказать ну вот что мне делать я потратил 100 рублей на такси а зачем болтать да я покажу у меня яндекс такси с карты списали вот видишь это типичный разводилово она потом сказать какое развозилово не так не говорю так я не плачусь даже за самый ужасный макияж с чем-то говорите даже когда это прям совсем первый раз все от меня красит я ему плачу а что там у вас выйти в кампу ну посмотрите в общем у вас нет такой практики что вы компенсируете если к вам клиент приехала ему отказали в услуге то отрасли мне не оплачивать спасибо соответственно если бы услуга была казна я бы вам заплатила сколько вас 4000 с плюсом а так вы мне отказано отказали просто пишите про это что случилось чем вы недовольны мы все слышали вы мне лучше нашли письменный отказ взять вам ну я неплохо стало она сказала не хочу есть раз всем увидели что я неплохо не хочу я же не могу вам взять на основании что это 700 рублей в вашем макияже числа как я вам дам скопечными застратами я говорю это просто развод это девушка ну че я не знаю что ли сколько я со своими коллегами сколько общаюсь вот таких знаете сколько возомнили себя крутыми блогерами и ходят потом понимаешь начинают это я не буду буду платить я за это отдала я даже знаю господи вот здесь есть клиент напишет претензию что пишите конечно я собралась происходило не буду писать вот смотрите во первых вы записались вам позвонили да и попросили прийти в какое-то определенное время вы пришли все-таки в то время которое вы изначально подождала да вы подождали но это уже было зафиксировано что вы думаете что вас не приняли правильно же я сказала что я не приняла 10 минут позже вы просто высасываетесь пальцем почему я высасывала да это по-моему не было зафиксировано я сказала что перенесли не прием иди ну ладно и деду замерзнешь иди ну честно говоря общайтесь вы ужасно просто но я пьем даже сказать что вы поймете вот все как бы мне понятно до свидания но я рассказала все при вас произошло вы мне письменный отказ напишите вы не хотите как бы если вы думаете сколько все удается за 700 рублей или что что уже при вас ваш мастер отказывает клиенту я вам сказала что я доехала до вас на такси вы от меня требуете что-то писать у вас футболит клиента потому что мастер не хочет чтобы клиент снимал процедуру мы должны обменяться бумажными претензиями напишите свою сейчас мастер напишет все при вас происходило я могу вам жалобные книги написать давайте в жалобные книги напишу несите да есть конечно есть одна книга по закону она тоже должна быть вот могу вам там написать прошита и все такое я поставил короче это просто угарки могла бы я тихонечко эти не создавая проблем как этом кстати явно 05 снимаю лучше видно слышно но блин с этим цирком с конями то что я меня блин выгнали посреди процедуры с макияжем к слову 4 600 сказали да значит вот с тем как он начинался при том что я здесь рассказал что только лицо снимаю теперь меня выиграли я бы не должны еще писать претензию да при том что визажист выходит и мне объясняет говорит называть меня разводилой кидала там еще было потому что видите ли я хочу чтоб не дорогу компенсировать ну в общем я сказала что несите жалобную книгу все удалились есть у меня такое предчувствие что просто дверь заблокировать никто не придет и все ну потому что они охота жалобную книгу давать но раз они наставят напишите письменную претензию ну не могу же отказать и в общем случае если это будет жалобная книга я пожалуй даже соглашусь как обычно цирк с конями сделали бы тихий скучный даже немножечко уродливый макияж ну все пошли бы мы домой вела себя максимально доброжелательно я бы даже блин это не выкладывала это сколько то ну вот тебе просто на ровном месте создает контент и кто-то еще у них все время виноват а сейчас самое интересное то что попыталась администратор обмануть она же что сказала что жалобные книги отменили и уже нет хотя конечно же это враги давайте ради интереса проверим дверь открыта или нет ладно пойдемте сами спросим хотела попросить можно в жалобную книгу это я вам отказалась ну покажите ваш телефон вы снимаете это сделаете мочу ну покажите ну сейчас прям все брошу прибегу вам покажу а почему вы так разговариваете ну вот так вот видите вы умеете к себе людей располагать как я с вами начинала общаться и к чему вы привели еще салон подставляет конечно быть у сона не очень отзывы эту пишу сейчас жалобную книгу просто из-за вашей ваше отношение к клиенту которому не препятствуют сотрудники салона смотрите во первых вы меня не предупредили какой не предупредили с какой целью вы снимаете снимаем давайте тоже тогда хорошо то все тут у вас чтоб в кадре не было дайте пожалуйста жалобную книгу а че так долго ну просто же минут десять я жду она по идее должна быть доступна любому посетителю даже без просьбы то есть уголок потребителя чтоб любой человек мог достать написать там отзыв ничего не ждать не просить не уговаривать давайте как работник салона ладно просто мимо проходила и зашли ну хорошо давайте жалобную книгу и и полицию вы хотели вызвать или что так все хорошо начиналось вот вы все осуждаете блогеров вам бы хорошо на них подписаться и следить за тем как получается треш контент вот благодаря тому что они истекают вот такие специалисты которые за на ровном месте выгонять человека устраивать скандал и какие же потрясающие ну вы отказали в услуге ладно жалобную книгу можно если вы будете снимать ну это ведь я снимаю вы меня начали я вас тоже ну вы же снимали я себя снимала вас нет а вы начали снимать ну я помню да все слышали можно жалобную книгу пожалуйста я вам в услуге отказала только жалобную книгу пожалуйста можно но у салона должна быть у меня нет у меня не требуется у салона должна быть книга ну вы поинтересуйтесь сначала темой что благодаря именно ужасному поведению работников которые на ровном месте устраивать скандал все салонов которые просто вежливо оказывают услугу он получается бесплатная реклама у вас не получилось видите я не скажу что вы старались но не вышло не срослось вот чтобы вам отказать я вас сразу да что это не преступление не пришлось не преступления быть даже тайным клиентом когда вы должны были меня предупредить закон закон покажите где вы же должны были предупредить меня я буду снимать отчитан не террористка называла этого самим администратор давайте расскажите уже вызвали еще нет потому что вы сюда пришли не получить услугу а что-то там разобраться доказать показать я действовала как клиент пока мне не отказали в макияже я сидела и мне красили всего взяли что я не хотел не хотели услугу вы пришли уже решили а в обществе и с ним до чего вы пришли не очень интересно леком потому что вы сейчас нам предлагаете какую-то от себя предлагали вы желаемую рекламу это плохо слышать уже требуете 700 рублей на такси который я говорю что вы компенсируете мне расходы тогда потому что я потратила деньги на то чтобы к вам приехать отказывать макияжи с учетом что они нарушают законы мне не могу жалобную книгу принесите пожалуйста пожалуйста можно присядьте даже стою откуда я знаю вы кто и что можно людей всех кого вы не знаете обвинять в том что они вам можно собирать у меня сейчас всего может быть на уме вы часто как администратор вам нормально что так общаются в мастер-возвлой его сейчас время она скажите пожалуйста вы жалобную книгу дадите мне или нет а то говорят что все уже просто полчаса прошло ее нету ну вот так вот полчаса прошло будет она а где ее кто-то ищет готова вы просто стоите но не прошли кого нет ну что очередной сон я пришла на макияж визажист какой-то момент перепугалась сказала что она не будет продолжать если я буду себя красить я говорю ok не надо потом назвала меня бумагарительница теперь тут активно обсуждают чтобы вызвать полицию но эти положи конечно в общем не начали меня снимать на камеру в свободной форме напишите ну конечно сейчас прям покажу а вы кто простите что я должна вам свой документ показывать скажите имя фамилию я же вам свободно форме напишите свое лицо только свое лицо хотела снять как раз это и в итоге вот оно получилось ну решила снимать там для своего блога с какой целью непонятно на это будет выкладывать мы согласие не давала не записалась как клиент ну как бы случайно только узнали мастер мастер стало как бы очень хорошо она и отказалась ее обслуживать вот она пишет нам с жалобным книгу на видео сниму пожалуйста так вот такой у нас текст рассказываю о плюсах и минусах визажист зафиксировать так вот в таких случаях казалось у нас тут смотрите снимают я последний раз такое видела в салоне бородиной по-моему у нас специалисты ой каждый каждый божий день куда-то хожу не поверите вот так себя ведут прям единицы нам надо долго искать знаете чтоб вот так у тебя вели сотрудники это прям диковинка но вам блогеров явно меньше чем обычных клиентов они не часто приходят в смысле не нужны здесь блогер нам не нужна дополнительно какая-то реклама но вам явно реклама у вас не получится с таким поведением она не нужна никакая у нас все порядочные клиенты будут а блогеры что там просто золотые цитаты зачем это делаешь то но после того как меня террористкой назвали все остальное меркли ну вы же предположили ты что вас снимаешь макияж если я продолжу съемку далее не отказали услуги назвали террористкой что я хочу подложить подложить салон бомбу прошу провести просветительскую работу с сотрудниками довести до их сведения что мы живем не в век пещерных людей людей а в эпоху интернета и соцсетей нет она пришла записалась на макияж и стала снимать мастер мастер мастера я не снимала я снимаю свое лицо вот мастеру неплохо ей стало да не стало никому плохо она еще бегать за мной хамит уже два часа уже два часа хамит мне на ногах он стоит все хорошо у нее но что кто там у нас мая 2023 вот какую работу просветительскую прошу провести просветительскую работу с сотрудниками довести до их сведения что мы живем не в век пещерных людей в эпоху интернета и соцсетей пожалуйста ну а если мастеру плохо стало что здесь закружилась головная не знаю с чего началась съемка Елена я снимала свое лицо с момента отсутствия очищения кожи если быть точно ну как бы началось да тон мне наносили все она стала говорить клиенту что стала снимать свое лицо с момента очищения кожи у нее сразу стали какие-то там ну претензии у меня не было претензий это не так это не так и мастера у нас чувствительные да и стало плохо что же так привирать то нагло вот мы так и сделали клиент был недоволен и мы прекратили услуги мастера ну вы обманываете еще к тому же прям хочется сразу дописать продолжение банкета что админист мастератор и визажист оскорбляет клиента ну я думаю террористка это можно вполне считать оскорблением и врут не очень юридическим языком но я старалась может посмотрим пока тут что происходит ничего интересного а мы даже не знаем где эта запись будет вложена на ютубе я вам говорю на ютубе на ютубе да где потом я буду эту запись на ютубе все сказали это юрист да ага ну что выводы заключение да вы написали полицию вы будете вызывать претензию еще можете полицию будете вызывать что вам не понравилось потому что это кажется письменный отказ отдаете мне ну мой телефон есть на мой телефон на мой телефон у вас есть а в целом форма не требует введения телефона она заполняется ответ в жалобной книге так будет от вас претензия и я уже пойду а то что много времени я на вас очень трачу сейчас тащите секунду так смотрим претензии за мной идете нет а я уже прям привыкла снимаете меня нет похоже очень так письменный отказ от услуги 11.05 такая-то клиентки елене а что-то на деревне дедушки нету данных мастера вообще никакого беспалево называется съемка никто никогда не догадается нету вообще данных мастера ну что это такое просто реально как будто я сама себе написала отказала в услуге по причине того что во время услуги клиент вела съемку скрытой камерой ну да телефон это конечно скрытая камера и намеренно не показывала свои действия когда я заметила что она намеренно что намеренно снимает я попросила убрать камеру она отказалась и стала предъявлять претензии блин то что я сказала что мне не очистили лицо это видимо претензии у меня повысилось как будто заявление повысилось давление и закружилась голова именно поэтому за нами два часа ходили потом с рассказами что я террористка привезла бомбу я вынуждена была отказать в услуге давайте вот так мне кажется так интереснее клиентам клиента когда я такси который она потратила которая на потрать это неправильное построение предложения как будто потратила такси начала требовать деньги которые она потратила надо вот сюда вот вставить этот оборот на такси я и об этом все там отказал об этом отказала но вы так не имени ни фамилий вообще ничего не указано как бы ну понятно здесь судя по всему сильно не парятся с тем чтобы как-то клиент был доволен особенно если блогеры вас кто-то смотрит но это же двойной повод устроить скандал и все делать не по закону какой понимаете очень дальновидные действия у нас по ходу будут снимать до посинения можно спокойненько удаляться шоке просто смешно вот заставку сделал вы меня снимаете зачем вас снимать на минуту что вы не снимаете вот почему спрашиваете зачем меня снимать я тоже снимаю дверь желание все что было я вам озвучил до свидания ой ребят просто же слушайте реально нормальный салон адекватные как бы люди судя по всему там активно пользуются всеми открытиями косметологии в том числе и так далее но типа не не те которые знаете прям общаются с окружением три человека и вообще понятия не нет в какую сторону развивается нет но типа что интернет соцсети блогеры даже это как бы не отвратимая реалия хочешь ты или нет есть люди которые что-то снимают рассказывают о себе там с этим невозможно бороться потому что это не противоречит закону попробуем подытожить меня больше всего удивило очки вроде на голове не носят пришли люди в общем салоне у нас был администратор или управляющий администратор запятая управляющая еще потом пришла женщина сказала что она генеральный директор но собственно она подписывала жалобную книгу так как я поняла что ее не было и при мне ее заполняли и короче вообще никого не еще не смущает понимаете то что мне за почти 5000 рублей собирались на жирное лицо нанести макияж это единственная претензия которые я озвучила значит все это активно муссируют что что мне там что-то не понравилось понимаете вместо того чтобы как бы спросить у визажиста все ли нормально что происходит вместо того чтобы опять же даже в случае отказа повести себя адекватно иском просите там извините но вот так вот все молча удалится она будет ходила за мной по всем салонам и обвиняла мне просто через запятую во всем чем угодно и в том числе администратор так сделала эти заявления что наверное террористка бомбу принесла но в общем это типа не один раз ляпнула испугалась а это прям знаете продуманных вот если они видимо думаю что я испугаюсь и они типа сейчас подумал могут посадить за терроризм понятно кто же блогер без бомбы ходит в салон да на макияж ну конечно нет пойду я пожалуйста простите простите нет ника никому не сообщайте о ваших предположениях я тихо ухожу кранюсь никто никогда это видео не увидит все я вот тут же удаляю смотрите ну вот так вот видимо рассчитывали поэтому ну несколько раз таки в брусе делали глядя на реакцию насколько у нас получается с администратором потому что гендиректор короче там минимум четыре человека было который как бы заинтересованы в том чтобы у салона был нормальный рейтинг отзывы какого хрена в несколько приходит человек то есть она мне даже когда визу с лоб спросила в блогер я сказал мне соседей и потом типа снимала естественно не скрытая камера телефона даже если вы уже одну дошло до вас вы молодцы такие умнички разгадали этот пазл что он пришел блогер наверное с аудитории какого хрена себя так вести вас все нормально ну типа блин самый странный макияж не стоит того чтобы человека оскорбляет знаю что блин он все снимает и это будут смотреть его подписчики я вообще не знаю чем там люди думают и как это все связано с тем что хочется чтоб салон процветал у нас хорошие отзывы нами все довольны и так далее уже не понимаю что это буду выкладывать и уже 10 рассказала и они продолжают ходить за мной и вбрасывать говно на вентилятор потом управляющая связалась с юристом она походу все объяснил что ничего не нарушала она так чуть-чуть подуспокоилась но все равно вы видели что она за мной ходила снималась самое интересное что сейчас в конце когда я немножко ну типа тоже развернула камеру а меня-то зачем снимали блин стоишь в наглу с камерой мне снимают потому что всю эту толпу не снимала то есть я направляла во время диалога в камеру на себя и начало я снимаю только после того как они меня начали и она блин понимаете вот этот а меня-то за что кто помнит этот анекдот я понимаю что конечно у салона были хорошие отзывы чем они очень гордятся ну да это до 1 штатной ситуации то есть когда мне все хорошо много ума не надо что просто там неплохо что-то там чесать волосы например и вот пожалуйста что это произошло чуть-чуть не заурядно а человек себя снимает господи то вы поймите в век интернета у кого-то понимаете соцсети оказалось уже сразу все механизм ломается то есть вообще ноль гибкость абсолютно ну ладно я уже похоже на какую-то истеричку прожила 4 километра и всем расскажу вы сами все видели своими глазами кто хочет посмотреть весь этот ад он длился мне кажется не за три по моему без вырезок и цензуры он будет на бусте ссылка в описании я прям сейчас дых захожу домой и заливаю туда все все эти многочасовые перепалки соответственно и тупчики будет короткая версия а благодаря тому что есть бусте и потому что на этот бусте кто-то подписывается я могу оплачивать салоны в том числе и достаточно дорогие так что огромное вам всем спасибо я вас всех целую спасибо за пальчик вверх обнимашечки комментарии все как всегда и всем пока но для следующего конкурса у нас полный уход от корейской марки хайджин сыворотка с семенами лотоса обогащенный кислородом тонер очищающий гель с микро пузырьками масло из рисовых отрубей для тела крем для лица для кожи вокруг глаз маска патчи для глаз концентра для лица вам пола 5 масок с сывороткой и 5 масок с экстрактом розы для участия просто подпишитесь на мой телеграм-канал ссылка в описании ждите поста с розыгрышем так на 100 продолжение банкета зря наделась что предыдущий фрагмент видео станет последним хренушки потому что когда я загрузила этот ролик на бусте опубликовала анонс в телеграм-канале в комментариях предположительно пришли люди которые работают в салоне но во всяком случае они так представились либо людьми аффилированными с теми кто работает в салоне частности пришла дочка администратора она сказала что она моя подписчица и что до этих пор она всегда была на моей стороне но ту ладно не буду эти карикатуры потому что конечно когда затрагивает система родителей это все очень болезнь на сто процентов даже когда кто-то из твоих близких не прав у тебя все равно за них болит душа это все понятно но первое время она все равно пыталась сказать что вот наконец-то я узнала но типа не буду конечно судить но вот теперь-то я узнала во всей ситуации и с другой стороны а именно там но и речень который ее есть сообщили родственники надо сказать что концу повествования который где-то развернулся под утром на след сообщением потому что скорее всего почитала эти прекрасные сообщения других сотрудников и поняла что расходимся нас обманули далее пришла девушка которая представилась администратором фотография в профиле совпадала с фотографией с человеком который я видела реально потом еще одна пришла какая-то тоже дамочка и еще пришел какой-то человек самый главный который собственно собрал тащу комментария который тоже представился сотрудником салона мы это проверить не можем и дочка администратора как бы человек представившийся дочка администратора она сообщила что это сотрудник в одном из комментариев но потом к утру она все потерла я вам немножечко покажу этих прелестей если вдруг кто-то сомневался что я реально довела несчастного визажиста а так то она вот ну как собственно все остальные чистокровная представительница клана вежливо и клиентоориентированных но благодаря понимаете мне конечно все пошло не по плану вот читаем что там из опусов я заскринила на случай если все это по труд как бы шансы не маленькие что-то представившийся сотрудникам написал что их высокий уровень сервиса салона и когда подписчики уточнили что такое высокий уровень салона значит ответ у нас свои клиенты им нравится и новый типа блогеры с красными волосами нам не нужны у нас более высокого уровня клиента чем этот дешевый блогер дешевый как вы понимаете все там видимо имеют много высших образований пятерочки по русскому который зарабатывает на том что ходит по салонам и выискивает говно придраться можно к любому человеку слову услуги единственное было замечание после того как прекратили уже процедура о том что мне не очистили лицо за минуточку озвученных почти 5000 рублей при том что я про жирный блеск за это видимо придирка было одно понимать одно но процедура это конечно придирка ну куда уверяю вас милая девушка сегодня я вела себя в салоне по-хамски и приехала не за услугой а за скандалом и за хайпом и это алена и получила не имеет значения какая у человека мотивация если он ведет себя в рамках процедуры приехала я для того чтобы что-то в блок выложить или просто отдохнуть кайфануть или просто мне общения не хватает я хочу с мастером видеться или мне хочется марафет навести а потом я все это смой это мое личное дело в которое никто не может лезть потому что ничьи права моя мотивация когда я веду себя нормально не нарушает неадекватным людям мы можем себе позволить отказать в чем интересно моя неадекватность было наверное в том что мне не понравилось что мне на грязную кожу наносят макияжик на жирненько до вежливо было в течение первого часа но после ее истерик все мы видели видосики да но если есть у сотрудников какие-то аргументы против и что действительно истерила пожалуйста пуска выложат и разместят ссылочку но подтвердите свои слова и требования денег на такси у всех сдали нервы на бедняжечки на бедняжечки в четвером не справились все психанули работа салона была страна я не знаю на пару часов типа может остановлена непонятно требованием денег за такси но я высказала предложение такое оплатить мои расходы потому что отказ в услуги не закон я нашла расшифровку закона пояснения юристов отказ потребителю в оказании услуги без веских оснований не допустим если клиент вам просто не нравится все равно придется его обслужить ну типа если они нарушать закон и вам не нравится в моем случае что я себя снимаю то вы не можете просто потому что визажист против отказать противном случае он может принудить вас заключить договор то все-таки принудить к оказанию сон я правда не знаю как это в моем случае и потребовать возмещение убытков убытков потребовать возмещения в случае необоснованного отказа в моем случае был необоснованный отказ убытки я понесла потому что потратила деньги на дорогу все. Клиент шел на конфликт. Видимо, потому что я продолжала съемку себя. Это типа я шла на конфликт, поэтому всего заслужила. Но, блин, попросили не снимать, а я попросила не просить меня не снимать. И что дальше? Исходим из рамок закона. Тогда мало ли кому что не нравится. В услуге отказали, и Алена требовала материального и морального удовлетворения. Опять же, без монтажа выложены все видосы на Boosty, посмотрите. Там можно прям все фразочки, все будет очевидно, что я там требовала, что я не требовала. Это не общественное место. Это, собственно, еще один сотрудник пришел, предположительно. А частный VIP-салон закрытого типа, где съемка запрещена. Так как салон посещают известные люди. Салон находится, блин, просто. На собаках 3 дня добираться. Я не знаю прям, какие известные люди туда прутся. Если честно, чтобы что, их накрасили одной синей тенюшкой, вот такой за 4,5 тысячи рублей, в салоне имеются свои внутренние правила, которые нужно соблюдать. Ну, конечно же, салон это не частная территория, а общественное место. Наймите юриста, там, проконсультируйтесь, что так позориться-то, блин. Еще один некомпетентный человек, получается, своей упортостью и глупостью заражает всех остальных. В итоге весь салон в таком свете предстает, при том, что можно было бы взять консультацию нормального юриста, грамотного, который на основании закона вам все разжует. Соответственно, если вы правы, будете знать статьи, но их никто не знает, потому что всю дорогу я просила сослаться на какой-то конкретный пункт. Вот. Простите, что вам приходится это наблюдать. Дочка администратора мне написала, зачем же вы их снимаете. Она очень переживала, что я поснимала сотрудников. Я в ответ на это ей сказала, потому что они меня начали снимать до того, как я снимала только свое лицо. Вот. И, значит, этот товарищ пишет, это вранье. Но, опять же, слава богу, что я все снимаю и не ведусь на зачем вы ведете съемку, выключите камеру. Ну, конечно, потом, блин, врут с три короба. Посмотрите, просто из пальца высасывают. Если бы у меня не было видео доказательств, я одна. Там, извините, выходит пять бугаев и что-то рассказывают. И ты из себя чувствуешь, наверное, придурком. Потому что не может же пять человек синхронно врать. Ну, вот, как видите, может. Поэтому у меня есть видео, где я разворачиваю камеру со словами вы меня снимаете, но тогда я тоже начну вас снимать. И это первый кадр, где я направляю камеру на людей. Все. И они в это время стоят вот так, развернув ко мне телефон. Поэтому, как бы, все запечатлено. Вас попросили вежливо прекратить съемку, но вы продолжали. И довели мастера до того, что у нее повысилось давление. Мастер не смогла больше работать. Мало того, что она больше не смогла работать, а это упущенная прибыль благодаря вам. Мастер так не смогла работать, что пока я, блин, не переступила порог салона, ходила хвостом, шептывала мне всякие гадости от того, что я вымогательница, террорист, козбомная пришла. То есть, очевидно, если человеку плохо, он буллингом, типа, не занимается. Он сидит, тихонечко, с повязкой на лбу, отдыхает, пьет чайок в тихой каморке. А визажист, который круги вокруг меня наворачивает, я вышла на улицу, она туда прибежала, да, и продолжила какие-то разборки. При том, что я почти ушла. Ведь в начале, в самом, когда, что там, я распрощаюсь, мне сказали, до свидули, я уже вышла на улицу уходить. Но она же, понимаете, ей надо было сказать последнее слово, она выбежала и сказала, что там недоблогеры, что там пытаются разводить на деньги. Вылила на меня, понимаете, человек, который там не мог кисточку в руках держать ушат, помоев. И после этого, да, с меня стали требовать письменную жалобу, я вернулась её записать в книгу жалоб и так далее. И, короче, вот это вот всё продолжилось. То есть, как бы, если бы человеку было сильно плохо, наверное, она бы занималась своим здоровьем, а не гонялась за мной. У нас свои клиенты им нравятся, и новые типа блогеры с красными волосами нам не нужны. У нас частный салон, имеем право не обслуживать тех, кто нам не нравится. Но тоже полная юридическая безграмотность. Вот, о чём я уже зачитала, разъяснение юристов. И можно посмотреть определение публичной оферты, что нельзя не обслужить клиента, который вам не нравится. Там огромные штрафы. Изучайте, что хотите, не советуйте, так как тупость пишите. Это клуб не для всех. Ну, типа, салон не для челяди, там всё такое. Потому что, как мы помним, звёзды все синхроника из центра Москвы едут куда-то туда, ближе к Амкадику, на какую-то процедуру за 4000 рублей. У меня вопрос конкретно к вымогателям. Яркий цвет волос. Вымогатели, как вы помните, это то, что предложила оплатить мне такси. К слову, у нас есть салончик, как мы помним, где мне при отказе купили кучу всяких вкусняшек, десертов, дали с собой косметику в подарок, предложили что-то такси оплатить и макияж в любом салоне, который я выберу. Я отказалась от этого щедрого предложения. Но понимаете, как это прозвучало громко и насколько это круто слышится в контексте салона вообще. И сравните с нашим вип-салончиком. У меня вопрос конкретно к вымогателям. Яркий цвет волос её даже порадовал в начале. У меня есть предположение, что это всё-таки управляющая, возможно, писала. Потому что, когда я пришла, подходила, сидела на входе девушка, которая мне сказала, что у вас такой классный цвет волос. Прям даже хочется с вами сфотографироваться. То есть, это просто как бы немножечко похоже на реальные события, которые она описывает. Ну и дальше. Человек говно, и у неё работа тоже говно. Ну вот клиента ориентируясь, она такая беспощадная. Кто-то из подписчиков за меня вступается, что у меня, у Алены есть видео без вообще негатива. И она отвечает, или он не знал, что-то я не заметила по её поведению. Её очень вежливо попросили не снимать. Во-первых, знаете, слово попросили предполагает возможность отказа. Ну типа, когда просят кого-то, понимают, что человек может согласиться, а может нет. Это его полное право. Во-вторых, вы не можете попросить человека нарушить его права и считать это за единственный вариант развития событий. То есть, фактически требовать его, человека, отказаться от реализации своих прав. Съёмка в общественном месте – это право любого человека. Вы, если просите его нарушить, то это ваша проблема. Человек имеет полное право оставаться в рамках того, что ему отделено законом. И никто туда лезть не может. Даже когда очень просят, даже очень-очень просят, это ваши проблемы. Чай, кофе, конфеты, всё принесли. Не было чай, кофе. Я снимала, когда, по-моему, визажист ушла. Я сняла столик, который был рядом. Там была одна палетка и одна кругляшка с тенями. Вот так это всё лежало. Всё. Не было там ни чай. Ну, как бы это бы не исправило ситуацию, просто очередное враньё. Мастер начал работать. Зачем доводить мастера мать двоих детей? Если других людей будет бесить то, что я с розовыми волосами, или то, что я женщина, или то, что я пришла в чёрненьких ботиночках, а не в коричневых. И всё, что угодно, что не нарушает законы – это их личные проблемы. Если вас что-то раздражает, бесит, вам не нравится, обратитесь к психологу. Но, типа, требовать от того, что что-то меня бесит, и другие пускай перестанут делать то, на что они имеют право, никто не может. Ваше общество тупеньких уже надоело. К слову, в нашем обществе тупеньких была дочка администратора. Хотя, что с вами беседовать, уровень и так понятен, если вы подписаны на это дешёвое чудо с красными волосами. Пришла такая на такси ей дайте дешёвку. Зато в трэш-блогере каждая шушара лезет. Ну, а вот этого не дождётесь после вашей красной обезьяны. Алена не трэш-блогер. Она сама так про себя сказала. Тоже чистое враньё. Ну, типа, я так никогда не представляюсь. Я трэш-блогер. Где? Опять же, слава богу, что у меня есть видосики, можно посмотреть. Но, в целом, я даже слово трэш последние, там, не знаю, 10 обзоров убрала из названия. Потому что, мне кажется, что это реально объективные, классные, объёмные обзоры с плюсами и минусами. Не знаю, зачем там слово трэш. Я его стала исключать. И, конечно, я бы так никогда не пристала. То есть, это очередной повод накидать говнеца. Ещё 700 рублей выпрашивают. Всё там, эти 700 рублей, видимо, недельный бюджет. Надо было ей сунуть. Пусть подавится. Безграмотная колхозная баба. Это, которая тебя родила. Я, кстати, практически не участвовала в этих обсуждениях, потому что я была занята в годы течением. Я всё скриняла. Но подписчиков было много. В общем, хамили просто всем подряд. Кто-то написал, вы себя закопали. И рейтинг вам с отрывом в ноль. Отвечает человек, что, а за рейтинг, Алёну твою закопаем в реале. Вот тут хотелось бы остановиться поподробнее, потому что я написала у себя в инсте, что я пойду писать заявление об угрозах. И я реально хочу пойти написать заявление. Просто есть несколько вариантов, как это сделать. И я на днях это обязательно сделаю. Пускай полиция устанавливает личность, кто это написал. Потому что человек представлялся сотрудником. Я думаю, при желании вполне можно установить. И, конечно, вообще-то это угроза убийством, если что. Самое интересное, что, типа, прошла ночь, если кто-то из сотрудников напился, ворвался в чатик, там, с горюшка, не контролируя свои эмоции, начал клепать сообщения, уже наступило утро и, типа, сейчас вечер следующего дня. Очевидно, что какие-то из сотрудников салона реально в чате присутствовали. Я к тому, что люди это видели, что кто-то из сотрудников это написал. Если это не сотрудник, то никакого опровержения не поступило, что, ой, вы знаете, это человек, который прикинулся, там, нашим сотрудникам, это не мы. Вот я, кстати, заскринила девушку Марию, которая, ее сообщение, которая представилась дочка администратора, и она написала, это пишет не моя мама, а другой сотрудник. Ее мама, соответственно, это администратор. Хорошо, что я заскринила, потому что она сегодня уже все сообщения свои потерла. В общем, выводы, да, это то, что мы, исходя из развития этой ситуации, можем предположить, что все произошедшее, это не случайность, потому что бывает, что человек может более эмоционально среагировать. Например, там, у него дома какая-то сложная ситуация, еще какие-то личные события, он там как тело без кожи, что ты как бы просто слегка его зацепишь, и там вот такая бурная реакция. Но, как правило, после этого наступает переосмысление, если человек вдруг посчитает, что он переборщил в своих реакциях, он как-то, ну, не позволит конфликту развиваться или признает свои ошибки. Здесь мы видим, что все по нарастающей, уже не только я, но и моих подписчиков там стараются обсирать, все, кто пришел в тему, там, что-то написал. То есть вообще нет никакого в салоне ощущения, что они что-то сделали не так. Поэтому я делаю выводы. Иногда меня грозуют сомнения, может быть, я где-то что-то не так ляпнула, не так руку положила, не под тем углом, не знаю, телефончик направила, что-то людям показалось, и типа во мне тоже причина есть. Но глядя на вот это последующее развитие события, я понимаю, что, ну, в целом это все закономерно. И, к слову, реальные дорогущие какие-то салоны, они никогда этим не кичатся. И мы были в том же Привы 7, где охренительно доброжелательные сотрудники, посмотрите этот обзорчик на канале, где тоже макияж стоил около 5000 рублей, но там просто вокруг тебя вереница сотрудников, разрешают съемку со всех ракурсов, экскурсия по салону, ответы на все вопросы, чай, кофе, вазы, конфет. И любое твоё пожелание стараются закрыть. И просто ты туда выходишь, чувствуешь себя вип-клиентом реальным. А не облитым, по-моему, с ног до головы, как здесь. Короче, есть над чем работать. Пока вам двоечка, прям смелая, с минусиком. Да, надо провести обширные консультации с юристом, изучить права потребителей, донести их до всех сотрудников, что такое клиент-ориентированность посмотреть, и посмотреть обзоры на крутейшие салоны, где реально принимают звезд. И сравнить это с тем, как выглядите вы. Вот, поплакать, ну, и двигаться в светлую даль, если получится. Так что, вот, я надеюсь, теперь у нас точно закрыты все вопросики. Всё, жду вас в комментариях. Целую. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова